Рождественские праздники Рождественские праздники Рождественские праздники Беларусь встретила нас достаточно комфортно для путешествия но необычная для декабря теплая и бесснижная погода Рождественские праздники Рождественские праздники Субтитры создавал DimaTorzok Конечно же, главным пунктом нашего путешествия была Беловежская пуща, посещение которой должно было создать для наших детей атмосферу рождественской сказки, где еще, как не в Беловежской пущи, можно увидеть диковинных для нас зверей, живых зубров, а также и обычных оленей, косуль, кабанов, вольботно живущих в своей естественной среде обитания и не опасающихся за свое мирное существование. Как приятно вспомнить свое золотое детство и снова почувствовать себя ребенком, оказаться вместе со своими детьми в мире сказочных персонажей, не только встретиться с настоящим Дедушком Морозом и Снегурочкой, но и сфотографироваться с ними на память, а также написать письмо с новогодними пожеланиями и отправить его адресату, не сомневаясь, что добрый Дедушка Мороз исполнит свою новогоднюю мечту, самую заветную. Никогда я еще не думал, что Дедушке Морозу помогают не только гномы, и не только олени, но и еще много-много других сказочных существ. Путешествия по Белоруссии мы не могли посетить одной из самых легендарных мест страны – крепости Героя Бреста. Осматривая Брестскую крепость, в памяти всплывали услышанные еще в детстве рассказы про войну и страницы учебника истории. Жаль, что мы были несколько ограничены во времени и не смогли ознакомиться с этим легендарным местом подробнее, но мы обязательно сюда еще вернемся. Не ушли, остались ноги в кожу, Не ушли Ради жизни, ради нашей Родины Не ушли и до сих пор стоят Я Иван, я родом из Воронежа Я родную землю не предам И бороться буду до последнего Пулемету воду всю отдам Не ушли, забились в щели темные Чтобы крепость продолжала жить Не ушли в подвалах душных взорваны Так вцепились в землю, что отрыть Оторвать у этих катакомбовых Злых пропавших смертью и огнем Не смогли ни метра, ни полсосеньки Что стоит под пулевым дождем Я Олесь, я вырос в Беларуси Жрите, фрицы, и нажал курок И из фляги на ладонь все капельки Чтоб слезал напуганный щенок Я Олешка, мне двенадцать годиков Воду приносил двенадцать раз Я стою за маму и за родину Не пройдут фашисты в этот раз Федор я, а я Степан из Киева Я Раиса, я Наум, я Стас Стены шепчут имена, фамилии Кирпичи глядят не хуже глаз Так глядят с укором вопросительно Что же вы, товарищи, что ж ты, брат? Неужели зря в июне сгинули Столько душ, столько солдат? Нет, не зря не перепишешь прошлое Не ушли и навсегда стоят Те герои первой Брестской крепости Те, чьи видишь ты пытливый взгляд Не ушли и навсегда стоят Не ушли Оставив позади три с половиной сотни километров От государственной границы до столицы Беларуси Мы к вечеру очередного дня нашего рождественского путешествия Прибыли в город Герой Минск Белорусская столица встретила нас Широкими проспектами Множеством красочных дней Рождественской эллиминации Особый восторг и не только у детей Вызвала прогулка по вечернему Минску Посещение Монумента Победы И Национальной Библиотеки Беларуси С ее волшебной ночной подсветкой Которую по праву можно считать одним из туристических чудес в Беларуси Только очень жаль, что в столь поздний час Не позволил нам подняться на смотровую площадку в библиотеке Откуда, как на ладони, говорят, открывается волшебный вид На утопающий в разноцветных огнях вечерний Минск Молодость моя Беларуси Песни партизан Песни партизан Песни партизан Убийda Молость моя Беларуси Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дети так и не смогли порадоваться свежевыпавшему снегу Но тем не менее, это было незабываемое предновогоднее приключение И нам удалось подарить нашим детям рождественскую сказку с настоящим Дедом Морозом и снегурочкой, а также их помощниками